Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Зовут меня Олег Дмитриев. Как всегда в это время, мы с вами обсуждаем все, что происходит на финансовых рынках, ну и как звучит в рекламе нашей программы, как это влияет, какое это действие оказывает на простые граждан, на их кошельки. Это всегда очень интересно и это всегда очень важно для нашей обычной жизни. Ну и естественно не обойдемые разговоры для профессионалов, что происходит на финансовых рынках, ну как собственно можно заработать на измене котировок. Прежде всего, давайте тема сегодняшней программы, российский фондовый рынок, что может быть поводом для отскока, хотя отскок никак не формируется и сегодня, несмотря на повод все-таки какой-то присутствующий сейчас вовне, на внешних рынках, российский рынок не видит в этом повод для отскока, тем не менее, продолжает падать. Так, ладно, с этим мы тоже чуть позже разберемся. В гостях сегодня представляю моих гостей. В студии Сухого Остатка Олег Ельцов, главный специалист отдела брокерской операции РосЕвробанка. Добрый день, Олег. Добрый день. И в студии Богдан Зварич, независимый, все еще эксперт. Здравствуй, Олег. Здравствуйте, Олег. Уважаемые слушатели, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, спрашивайте, делитесь собственными мнениями на значенную тему. И традиционно 1506 в Москве, обновляю я информацию, которая передо мной, давайте рисовать картину маслом. Сегодня она выглядит зловеще, в красных тонах, абсолютно все практически сегодня красное, ну, кроме небольшого исключения. Итак, что произошло вчера? Значимые падения американских индексов потеряли они прилично. Больше процента снизился должен, полтора процента потерял S&P 500 и 1630, да, остановился он на этом рубеже. И NASDAQ больше двух процентов в минусе. Не остались в стороне от этой идеи снижения азиатской площадки. Полтора процента в минусе Nikkei, ну, скромная одну десятую Shanghai Composite. Европа сегодня также валится, четыре десятых процента уже снижается FTSE 100. Наши индикаторы также в минусе, RTS минус одна и две десятых процента. Практически столько же ММВБ, один и один в минусе, рубль продолжает слабеть. Пара доллар-рубль движется к своим годовым максимумам. И, внимание, смотрим на сырье и на Форекс. Так вот, на сырьевом рынке, ну, в частности, на площадках торгующих нефтью, да, все с точностью до наоборот. Нефть марки Brent выше 115 долларов за бочку, простите. Нефть марки LightSuite почти 110 стоит бочка. Золото преодолело недавние хаи и уже 1425 стоит тройской унции. Кстати, валютный рынок не сильно отыгрывает вот эту идею. Ну, видимо, какая-то идея, да, сейчас в умах глобального инвестора движет всеми площадками. Ну, то есть, укрепление доллара мы пока не наблюдаем, такое же оголтелое евро-доллар все же в относительно узком диапазоне движется. 1,3350, вот его текущая котировка, пытается он все же снизиться, никак не получается у него. И абсолютно красный набор голубых фишек в красном цвете, и цифры тоже впечатляют. Ну, в частности, Ростелеком 3,5% минус, 2,5 МТС, Аэрофлот 1,5%, процент ВТБ, процент Газпром. Ну, и дальше можно продолжать не менее впечатляемые. Еще раз повторю цифры. Что происходит? Давайте, Богдан, с тебя, как независимый эксперт, ты ничего не боишься в эфире. Да, все-таки у Олега есть некая корпоративная этика. У тебя она практически отсутствует. В хорошем смысле, извини, ради бога. Что происходит? Что происходит? Расскажи, пожалуйста. Я, собственно говоря, никогда ничего не боялся, меня никогда ничего не сдерживает. Поэтому ты до сих пор независимый эксперт, я не хочу знать. Поэтому я всегда говорил то, что думаю. На самом деле ситуация такая. Мы больше смотрим, наверное, вот в текущий момент, конечно, больше на США, чем на нефть. Я думаю, что большая часть инвесторов оценивает текущий выброс в нефти как нечто, скажем так, очень краткосрочное. И то, что будет нивелировано достаточно быстро. Безусловно, это связано с ситуацией на Ближнем Востоке. И, в принципе, инвесторы оценивают, видимо, оценивают это как ту ситуацию, когда этот конфликт затихнет. И никаких серьезных последствий ни для Ближнего Востока, ни для рынка не будет. Еще раз говорю, то есть ожидания инвесторские, что конфликт затихнет, никаких серьезных последствий не будет. Несмотря на заявление властей Соединенных Штатов Америки, что мы там будем бомбить. Объясню, почему я так думаю. Потому что фактически вчерашним вот этим вот выстрелом, который был, бренд пробил свой нисходящий тренд, берущий свое начало. От начала даже... Ну, неважно, откуда главный... Ты как специалист в теханализе, пробитие линии тренда, ведет разворот, конечно. А покупок-то и нету, потому что сегодня был еще выстрел на утренние сессии, доходили до 117-117.30. Но, опять же, на этом все и закончилось, потому что сейчас уже 115.4. Поэтому... А, все, от апреля прошлого года берущий свое начало. И, собственно говоря, он пробит. Либо вот сейчас находится на нем. Потому что сегодня, когда он был до 17, конечно, он уже был выше тренда. И это должно вызывать покупки, но... Классический вариант пробоя линии. Ну да. Пробой, ретест и дальше. Причем, как бы, тренд фактически годичный, поэтому он даже полуторагодичный. Так что реакция могла бы быть и получше. Соответственно, видимо, инвесторы пока не готовы. Они не видят рынок нефти выше, там, в районе тех же, там, 120-125 долларов за баррель. И не готовы... То есть, фактически, пока военной-то премии нет, пока есть только ожидания. Если начнется действительно конфликт... Мы 120 увидим, да? Тогда можно будет говорить и о военной премии. Эта военная премия вынесет в район 120-125. И, соответственно, возвращаясь к нашему рынку, можно говорить только об одном. Сейчас мы больше смотрим на США. Опять же, учитывая то, что, опять же, инвесторы считают, что данный рост в нефти, он временный. Хотя именно с нефтью мы в последнее время лучше всего коррелировали. Коррелировали, да? Уже в прошедшее время. Олег, нет парадокса, на твой взгляд? Нефть 115, индексы падают, сырьевики падают, рубль падает, все падает. Это тот самый случай, когда парадокс, это абсолютно нормально. Потому что, когда начинаются военные какие-то конфликты или какие-то зарождаются военные конфликты, происходит раскорреляция. То есть нестандартное распределение рыночных цен. И в этот момент начинает расти и доллар, и нефть. Обычно как? Если нефть выстреливает на 6%, то доллар хотя бы на 1,5% в этот момент корректируется. Сейчас мы увидим обратную историю. То есть доллар даже немножко укрепился, во всяком случае против рубля. А нефть при этом сделала 6%-ный рост за последние дни. Если говорить о причинах, мне кажется, что нашей стране в принципе выгодно для того, чтобы улучшить ситуацию по ВВП, держать курс рубля слабым. И продолжать политику ослабления национальной валюты. Потому что по данным Минэкономразвития, вчера они ухудшили прогноз по ВВП России. На третий квартал до 1,9% было 2,4%. И по четвертому кварталу до 2,2%, хотя бы изначальный прогноз 3,4%. Соответственно, как улучшить ВВП? Это ослабление национальной валюты. А теперь взглянем на экспорт нефти. Если по цене 110 долларов за баррель мы экспортировали при рубле 32,8 к доллару, то в течение нескольких дней ситуация поменялась до 116 баррелей и 33,12 копеек по паре доллар-рубль. И там получается разница порядка 234 рублей на одну бочку. А если взять официальные данные по экспорту России только хотя бы в страны таможенного союза, то это получается расчет на 5 миллионов баррелей в день. То есть речь идет о огромных деньгах, больше миллиарда рублей. Каждые сутки попадают в нашу казну, по факту. Это замечательно, но если вспомнить утверждение Богдана, все это недолгосрочно, недолговечно. Сейчас вот, дай бог, конечно, премия. Ну я, опять-таки, с точки зрения конфликта, дай бог. Потому что понятно, что наши сырьевики, да, они, наоборот, заинтересованы в такой ситуации, которая сейчас сложилась. Это быстро закончится, сдуется нефть, она упадет ниже, значительно или незначительно, и все это... Это смотря, упадет нефть или нет. Потому что прогнозов на рынке много, и, в общем-то, не исключено, что нефть, наоборот, начнет отрабатывать новый коридор 115-125. То есть вот то, что с технического анализа. Пробита линия сходящего тренда, дальше формируется разворот, и мы смотрим вверх, да? Да. Интересно. Ладно, мы сейчас прервемся, новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, мы продолжаем наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. А сегодня в студии Олег Ельцов, главный специалист отдела брокерских операций РосЕвробанка, и Богдан Зварич, независимый эксперт. Обсуждаем текущую ситуацию, тему программы. А что может стать поводом? Ищем поводы для отскока, ну, хоть для какого-то более-менее значимого роста российского фонда. Истасковались все, да? Душа истасковалась. Ну, по крайней мере, активно. Тем, кто активно торгует на фондовом рынке, в глазах именно такая боль. Я вот их периодически, естественно, встречаю, спрашиваю. Ну что, как дела? Отшартить-то боимся, в принципе, да? Да и устали. И не все можно... Рукобайца шартить устали. Да, да, истасковались по росту. Боже мой, как жаль. Друзья мои, напомню для вас, уважаемые слушатели, Телефон, студия 651099.6, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Ну что ж, продолжим. Итак, текущая ситуация, текущая, краткосрочная может быть, но тем не менее, текущая ситуация обусловлена напряженностью на Ближнем Востоке, да, возможность военного конфликта в Сирии. Это толкает нефть, цены на нефть к небесам. И еще раз напомню, выше 115 уже долларов стоит бочка марки Brent. Она у нас является неким индикатором. По мнению Богдана, ну и, в принципе, Олег, я, так понимаю, тоже с этим мнением согласен, вполне возможно, да, что мы выходим из границ диапазона среднесрочного, который какое-то время назад установился, да, и можем установить, а, верхнюю его границу какую-то иную, чуть повыше, может, там, в районе 117-120, а, может быть, это и приведет к развороту, да, вот этого годовалого тренда. Ну, возможно. В этом случае тогда мы можем гораздо выше все увидеть. Ну да. Все будет зависеть от политической ситуации. Здесь, возможно, в принципе, и ложные пробои на графике нефти. Бежать на рынок и кричать, дайте мне фьючерсов на нефть, я думаю, что не стоит, потому что... А подать сюда, да, бочку нефти. Кстати, мы смотрим опять на американский рынок и за последние несколько дней тоже некий индикатор, да, американские трежери с десятилетки упали в доходностях, что, естественно, тоже, да, вот в эту кучку дополнительно встает, вполне логично, да, что инвесторы ищут качество, инвесторы ищут некой гавани. Гавань традиционно, это американские долги. Ну и вот еще раз повторю, посмотрю я все же на спот, доллар потихонечку начинает укрепляться, ну, именно потихонечку, хотя, еще раз повторю, наверное, логично было бы, что он это делал более активно. Но против рубля, как Олег правильно сказал, его активность присутствует. Вот, значит, вторая тема, вторая тема, ну, в связи, наверное, да, с теми событий, которые мы сейчас обсуждаем, вторая тема выходит постепенно на первый план, хотя до этого, наверное, есть еще какое-то время, сентябрь у нас значимые события, это, прежде всего, заседание Федрезерва, да, это выборы в Германии. Ну, вот, по мнению некоторых экспертов, уже в октябре, да, раньше говорили о ноябре, уже в октябре, может быть, на первые полосы, на первую тему, на первый план выйдет проблема госдолга в США. Потолок, как я напомню нашим слушателям, сейчас находится на уровне 16,7 миллиарда долларов, вот, и, собственно, планка эта может, да, опять быть под ударом, и эту тему надо будет решать. Хотя, наверное, Богдан, решить-то, да, американцы, как всегда, ее смогут, что ты по этому поводу думаешь? Ну, здесь есть, ну, собственно говоря, я думаю, что все будет примерно так же, как в прошлый раз. Как много, да. Мы увидим очередной спектакль под названием «Борьба за планку», вот, так и в прошлый раз, в принципе, все будут упираться до последнего момента, но в итоге, я думаю, проголосуют. Я думаю, что пока, учитывая опыт предыдущих подобных спектаклей, я думаю, что ничего нового мы не увидим, и поэтому сейчас все-таки я бы больше внимания обращал на, даже не на заседание Федрезерва, а на выборы в Германию. А точнее, то, что будет после этих выборов. На мой взгляд, выборы в Германии на текущий момент — это фактор, политически сдерживающий действия ЕЦБ по дальнейшему стимулированию экономики. Потому что Меркель сейчас, как лидер у партии, которая может победить, и она снова может стать, собственно говоря, фактически главной в Германии, ей сейчас не нужны какие-то резкие движения. Именно это, на мой взгляд, и сдерживает ЕЦБ от действий. Да, мы за последний квартал, по-моему, увидели достаточно неплохие данные по ВВП. — Многие говорят уже о том, что Европа выходит из рецепта. — Некоторый рост, но я думаю, что это, что называется, отскок дохлой кошки. И ситуация, на самом деле, достаточно серьезная в Европе, включая безработицу, несмотря на то, что многие говорят, что это всего лишь, там есть достаточно большой объем скрытой экономики в этих проблемных странах. И, собственно говоря, занятые люди там, их эта безработица не показывает, да, то есть они не вычитаются из этой безработицы. Но факт остается фактом. Достаточно высокий уровень в проблемных странах, и кроме, соответственно, госдолг, высокая безработица, проблемы в секторе недвижимости в той же Испании, достаточно серьезные. Цены падают уже очень продолжительное время, и там уже, по-моему, падение превысило 40% на жилье с пика 2007 года. — Олег, знаток цен на недвижимость в Европе, да, по некоторым данным. Подтверждаешь ли, да, что продолжается вот эта вот история в еврозоне, ну и помимо недвижимости, все остальное и с безработицей, так сказать, да, и с некими ожиданиями? — Пока, пока да. То есть, особенно если взять то, что видишь своими глазами, понятное дело, что безработица там на очень высоком уровне, то есть некоторые данные, конечно, выходят более или менее благоприятны, но это то же самое, что в Соединенных Штатах, когда берут на неполный рабочий день, берут на какой-то конкретный срок, там на три месяца, какая-то временная работа. — И все равно в статистику это попадает, как и в Штатах, поэтому, естественно, цифры по безработице немножко улучшаются. Что касается недвижимости, там такого ответственного падения, как раньше, уже нету, потому что банки, в общем-то, получают симулирование от регулятора, от МВФ, от ЕЦБ, и поэтому, как бы, кризис ликвидности, он почти миновал. Но цены все равно пока, как бы, держатся в районе своего дна, и там сделок особо не происходит, то есть никто не покупает, только в курортных зонах. — И расти не собираются, особенно расти не собираются. — Насколько я знаю, это в той же Испании банки специально делают туры по городам, показывая, собственно говоря, недвижимость, потому что очень много недвижимости на балансах банков, и им нужно как-то вычищать свои балансы, они стараются. — Туры по городам, а кто в числе туристов, которые в этих турах участвуют? — Ну, наверное, в частности, и русские туристы. — Или по-другому я бы спросил... — 80% — это автобус русский. — Вот-вот-вот, по-другому я бы спросил, а гид, который обслуживает эту делегацию, да, он на каком языке говорит? — И ответ обычно на русском и на китайском, да, потому что кто-то рассказывал из наших коллег в этой студии, некоторое время назад окажавшись в Европе, видел очень много вот этих рекламных растяжек на русском и на китайском языке. В этом, наверное, тоже есть некая логика. — Я бы еще добавил по поводу планки госдолга. Там же немножко изменилась все-таки ситуация по сравнению с предыдущим разом, когда обсуждалась эта тема, и там было принято решение, о котором все забыли. Это теперь вопрос планки госдолга решают демократы. То есть это прерогатива отдали исключительно демократам, поэтому все разговоры, которые будут по вопросу повышения или не повышения планки этого долга, или что они будут делать дальше, все равно они уткнутся в то, что демократы ее повысят. — Ну, республиканцы свои пять копеек все равно же обязательно ставят. — Ну, они обязательно ввезут, потому что страна демократическая, учитывается все мнения, поэтому дискуссия будет, но итог-то все равно уже известен. — Здесь, наверное, можно делать акцент именно на том, что этот вопрос возникнет чуть раньше, чем ожидалось. Мы говорили о ноябре, а в конце ноября он, может быть, уже в октябре будет на первых полосах. Но, тем не менее, еще раз возвращаюсь, в сентябре у нас много важных событий. И, кстати, Богдан говорит, что в большей степени он бы, так сказать, смотрел на итоги выборов в Германии. А что там, есть интрига какая-то на тот год, Олег? — Я, если честно, очень плохо разбираюсь в этом вопросе, поэтому, ну, мне кажется, что интриги особой нет, потому что все-таки Меркель зарекомендовала себя как деятель, который отстаивает интересы своего государства. Поэтому мне кажется, что особой конкуренции на выборах у нее не будет. — Ну, и если возвращаться к ситуации в еврозоне, действительно, сейчас мы видим, ну, относительно позитивную статистику, и плохие какие-то новости на первые полосы средств массовой информации не выходят. — Не выходят, да. — Именно по той причине, что, ребят, сейчас не время, да, давайте мы сначала с выборами закончим, а потом посмотрим. И вот потом, даже неважно, может быть... — Потом, я думаю, что просто ЕЦБ пойдет на дальнейшее смягчение вплоть до снижения ставки. Для Европы это, конечно же, будет хорошо. При этом это вызовет, я думаю, краткосрочного укрепления евро по отношению к доллару, потому что отношение к европейской экономике начнет меняться. А я думаю, что возможны дополнительные вливания со стороны ЕЦБ. — Кстати, мы сейчас смотрим, да, относительно стабильные евро. По некоторым данным, за счет того, что инвестор как раз на хорошей статистике по еврозоне все-таки начинает, да, Европу так более-менее рассматривать в качестве инвестиций. — Ну, евро, в принципе, нельзя сказать, что евро-то очень сильно давили. Да, там было 1,28, по-моему. — 8 было, да, чуть лиже. — Вот, но сейчас отскочили достаточно неплохо. Плюс, понимаете, ситуация какая? Нет, я думаю, что уже большинство инвесторов не ждет в этом году каких-то изменений в кредитно-денежной политике со стороны Федрезерва. Дело в том, что, особенно если посмотреть там последний протокол последнего заседания, там все его поддержали, за исключением единственного человека, не помню, председатель какого банка, он просил указать четкую дату начала сворачивания количественного смягчения. Соответственно, дата эта не была указана. — Ну, это, наверное, и в принципе, да, не было бы правильно. — Да нет, конечно, плюс у нас еще один фактор. Я думаю, что до ухода Бена Бернанке с поста председателя Федрезерва мер по сворачиванию не будет. Я думаю, что уже придет новый председатель Федрезерва, и он уже будет смотреть на политику, и он уже будет, наверное, ее менять. И то, я думаю, что не быстро. Хорошо, если там середина 14-го, ну, для медведей, конечно. Хорошо, если середина 14-го, а то и в 15-м году. — Ну, как бы то ни было, все-таки тема монетарной политики Соединенных Штатов Америки, она остается актуальной. И еще раз мы, наверное, обсудим ее уже после новостей. Именно вот в призме того, что 18-19 сентября будет очередное заседание комитета по ставкам, ну, и, собственно, выступление главы этого самого Федерального резерва. Сейчас новости, потом продолжим. Ну, что ж, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Сейчас мы будем искать поводы для роста российского индекса, российского рынка акций, простите, да? Для этого надо поярче включить свет в студии. Можем не заметить этих поводов просто в таком освещении. И я напомню, сегодня в студии у меня Олег Ельцов, главный специалист отдела брокерских операций РосЕвробанка, и Богдан Зварич, независимый эксперт. Телефон в студии 6510-996, код Москвы-495, сайт компании финам.ФМ. Кстати, уважаемые слушатели, если на ваш взгляд, да, кто-то эти поводы знает, видит, поделитесь, мы будем благодарны. Ну что ж, продолжим. Тема, значит, монетарной политики Федрезерва остается актуальной, как я уже говорил. Олег, значит, твои ожидания все же, да, будут, не будут сворачивать, насколько сворачивать и так далее. Учитывая то, что общий объем денег, который печатается, это 85 миллиардов, я думаю, что в течение этого года, не сентябрь, так октябрь, эта сумма будет на 10 миллиардов сокращена. Потому что некая преемственность должна присутствовать, и поэтому действующий глава Федерального резерва должен положить начало некой тенденции, которая будет развиваться вплоть до середины или даже конца 2014 года по выходу из цикла КУЕ. После чего уже начнет подниматься вопрос ставок. Ну и я так подумал, красиво было бы, да? При Бернанке началось это дело, и он начинает это делать потихонечку. Мне кажется, да, мне кажется, что такой сценарий у них в головах есть. Посмотрим, как будет на самом деле. Тут очень тяжело делать прогнозы, но мне кажется, что они должны в идее сократить на 10 миллиардов, потому что это как бы не окажет такого прям существенного влияния на рынки. Ну да, да, то есть обвала мы не увидим, но по крайней мере... 60% сокращения. По крайней мере, это будет мужской поступок. Ты еще раз повторю. Я думаю, что Бернанке не, скажем так, не то, что боится, но может быть и боится начать сворачивание слишком рано. А слишком рано это как узнать, насколько слишком, не слишком, цифры достойны? Текущий момент, я думаю, что не дает повода для снижения. Несмотря все-таки на более импозитивную статистику. Да, статистика выходит в последнее время неплохая. Но количество рабочих мест создавших все равно еще, как бы, что называется, не фонтан. Да, экономика потихонечку устанавливается, но слишком медленными темпами она не готова к... И, скажем так, больше рынке не готова, на мой взгляд, к тому, что сворачивание Куя начнется в этом году. Я понял. Ну ладно, бог с ним, посмотрим. Поживем, увидим, что называется. Действительно, еще есть у нас как минимум три недели до этого события. Давайте смотреть на российский фондовый рынок и искать эти самые поводы для отскока. Еще раз повторю, продолжается падение. Хотя вот в Роснефти, видимо, повод нашелся. Я обновил информацию. Полчаса прошло с момента начала нашего эфира, и Роснефть уже в плюсе на полпроцента. Олег. Ну а как же сургут нефтегазпрефа? Там сегодня они вообще 2% растут. Нет, у меня обычка только, она в минусе все еще, но в небольшом. Цикличная акция сургут нефтегазпрефа. Нефть растет, сургут нефтегазпрефы растут. Несмотря ни на что. Несмотря ни на что, как и несколько лет назад, как на протяжении последних там трех лет, каждое лето в районе июня формируется дно, и после этого начинается подъем акций. В Роснефти ситуация... Ну, понятное дело, что нефть, пусть даже и спекулятивно ее задали до 117 долларов, но все равно это не может не отразиться на котировках компании. Потому что в любом случае видно, хоть и из риска бегут, но куда бежать? В сырье. Не только же в доллары, золото. Поэтому наша нефтянка сейчас тоже, опять же, этот рост можно назвать скорее спекулятивным, потому что нефтяные компании у нас, в общем, достаточно дорогие. Но это как формируется некий задел под рост других бумаг нашего рынка, потому что есть компании, которые торгуются с минимальными значениями ПЕ, компании, которые торгуются там на 43-45% от своей собственной капитализации. Ниже, да? Да, ниже. Ниже активов. Поэтому идеи есть, осталось только завлечь инвесторов, чтобы появилась некая идея покупать акции с развивающихся рынков, сильно подешевевших. Я понял. Хорошо. Ну вот, действительно, действительно, да, то, о чем Олег сейчас сказал, высокая цена на нефть, ну и вот вы видите, да, и Сургут, и Роснефть, этой тенденцией, против рынка она идет, по сути, да, лучше рынка выглядит. Какие поводы еще можно найти? Ну, наверное, Богдан, наверное, опять спекулятивные какие-то поводы, вряд ли мы увидим разворотку в ближайшее время глобальной. На самом деле, если мы посмотрим на график, то фактически... На график чего? На график индекса МВБ. То фактически за два года рынок не сдвинулся с места. Мы ходим в коридоре 1250-1550 пунктов с единым выходом, где-то в районе февраля, в районе марта 2012 года была попытка выйти, пробить верхнюю границу, а все остальное время мы фактически идем в боковике. То есть мы и не падали-то особо. Вот есть вот этот коридор, и в нем индекс МВБ ходит. Собственно говоря, в июне отскочили, чуть-чуть не достигли нижней границы, были там чуть ниже 1300, отскочили, и вышли фактически мы сейчас на такой средневзвешенной, на средней цене этого коридора. И куда дальше? Дальше сложно сказать, потому что с марта 2011 года у нас идет нисходящий тренд, мы до него даже не дотянулись, собственно говоря, на вот том отскоке, который мы видим сейчас от июньских минимумов. Он сейчас проходит чуть где-то в районе 1470 пунктов. И тест этого тренда, если он будет, он может показать какие-то, дать указания, а будет ли вообще рост. Пока, конечно, о росте говорить не приходится. При этом стоит отметить, что вот это восстановление, которое мы наблюдали с июня месяца, фактически тренд восстановления уже пробит. И рынок, скорее, уже можно говорить, что смотрит вниз. Потому что и на самом деле все тренды пробиты, потому что и тренд, который брал от своего начала на максимуме этого года краткосрочный, он также пробит, и тренд восстановления тоже пробит. И фактически мы сейчас наблюдаем вот эту консолидацию на текущих уровнях. Я думаю, что сентябрь с его новостями, он позволит каким-то образом разрешить эту ситуацию. Но я пока не вижу поводов для выхода из этого коридора. Уж точно я не вижу поводов для выхода из этого коридора вверх. И я не вижу пока достаточно серьезных поводов для выхода из коридора. Но учитывая, что этот коридор достаточно широк, и мы находимся в середине, то есть возможности и для роста, и для падения. Плюс я бы еще одну вещь добавил все-таки. Я бы обратил внимание на выбор предстоящий. То есть это на мэрские уже? Да, потому что, конечно, основное внимание будет приковано именно к выборам мэра в Москве. Остальные выборы, скажем так, пройдут, я думаю, что более тихо и спокойно. И к ним будет уделено меньше внимания, особенно учитывая все то, что сейчас вокруг этих выборов существует. И от того, как они пройдут, тоже будет зависеть на настроение, отношение западных инвесторов к нашему рынку. Потому что мы помним, 2011 год, конец 2011 года, когда у нас были выборы в Думу, когда были акции протеста. И несмотря на позитивный внешний фон, мы тогда достаточно... Ты считаешь, масштабом сопоставим выборы в Думу, а потом президентские выборы и все-таки достаточно локальные выборы мэра Москвы. Я думаю, что здесь речь идет о принципе. Я же говорю о том, как они будут проходить. То есть если инвесторы увидят какие-то улучшения, это может позитивно сказаться на отношении инвесторов, и в частности к российской экономике. Ну, кстати, отношение инвесторов, да, достаточно часто мы эту тему поднимаем. Можем чуть позже об этом поговорить. У нас есть звонок, давайте пообщаемся. Владимир, день добрый, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, уважаемые эксперты. Я вот следил за компанией такой 36,6, и вот они, значит, сейчас вводят новые мощности, вроде как на спад кругом, разруха. Они в Белгороде вводят новые мощности по производству лекарственных препаратов. Кроме того, недавно, по-моему, даже по Финал МФМ прозвучала такая информация о том, что разработан спектр целых лекарств против раковых, так сказать, поражений. Стоит ли в медицину, может, нам вкладываться? Ну, это, кстати, хорошая тема. И потом, Владимир, я прошу прощения. Ну, нет, нет, я хотел бы вам еще адресовать вопрос по поводу того, что разруха, кругом разруха, ну, разрухи-то пока нет, слава богу, еще, мне кажется. Ну, я так образно. Я понял. Спасибо за вопрос, спасибо за вопрос. Олег. Что касается компании аптеки 36,6, мне пока очень тяжело делать какой-то прогноз долгосрочный по этой компании, потому что у них совершенно непонятные отчетности. То есть те данные, которые выходят, они у меня не складываются в какую-то единую картину. С другой стороны, если брать вообще фармацевтический сектор в целом, там идет какая-то, ну, дела идут на поправку, потому что война в этом секторе наконец-то закончилась. И, в общем-то, у нас осталось несколько компаний основных, которые сейчас между собой делят этот рынок. И если брать вообще все компании, которые участвуют, я бы все-таки смотрел в сторону протека, потому что с точки зрения финансовых показателей, это одна из самых стабильных компаний. Она постоянно генерирует прибыль, у нее, в общем-то, если посмотреть график увольнения сотрудников, у них его нет. Графика. Да, графика. Они втихаря все это делают. График идет вниз, потому что они в основном все-таки открывают новые какие-то филиалы и нанимают новых сотрудников. Поэтому и стабильно чистая прибыль у них, прирост наблюдается в среднем 20-25% в году. Поэтому компания с точки зрения долгосрочного инвестирования, ну, я бы ее выбрал, а не аптеки. Ну, а идея вообще, вот, посмотреть на формулацевтов, я напомню, Богдан, да, поводы для отскока роста, но в данном случае поводы для инвестиций неких. На самом деле, я, скажем так, не очень хорошо. За всю свою, как бы, работу на фондовом рынке, я всегда и всем говорил только одно. Ребята, в низколиквидные компании в России частному инвестору вкладывать не стоит, потому что слишком высокие риски ликвидности. Рынок у нас ходит в этих компаниях как угодно. Чтобы разобраться в отчетности, это нужно, имеешь в виду, 7,5 во лбу. И, кстати, вот Олег хорошую фразу предложил. Отсутствует график. Ну, в принципе, да. В данном случае, как технический анализ, да, вряд ли будет применим к неликвидным бумагам. Это все-таки именно из-за отсутствия ликвидности. Ну, конечно. Вот, поэтому я бы рекомендовал, там, смотреть на первые, там, 20-25 фишек с высокой ликвидностью. Все остальное, к сожалению, у нас пока... Во-вторых, у нас фундаментал не так хорошо работает, как на Западе. Фундаментал, в принципе, ты имеешь в виду? Да. Он не так хорошо работает, как на Западе. Если там компании очень часто реагируют на фундаментальную составляющую, то у нас такое может этого и не быть. И можно сидеть, ждать в бумаге... Ну, это связано опять с чем? Что у нас такое отношение к цифрам, к показателям? Или просто они странные, эти цифры? Вот ты, Олег, опять... Ну, это скорее вопрос ликвидности. Это правда. Потому что особенность нашего фундаментального анализа заключается в том, что компании инвестиционно привлекательные с точки зрения этого анализа, они просто растут с опережением, если у нас растущий тренд. А так, чтобы на основе этих данных против рынка покупать какую-то компанию, я такого давно не видел. В основном работают идеи по слиянию поглощения или по каким-то афертам. Если выкупила, допустим, компания долю в другой компании, на 75% должна быть обязательно аферта по наиболее выгодной для инвестора цене по закону. Но, опять же, даже в таких ситуациях у нас с компанией умудряются избегать этого закона с помощью аффилированных лиц и так далее. — Нелегко отечественному инвестору, Богдан. — Риски, я говорю, риски велики. Риски ликвидности, к сожалению, один из самых важных, к сожалению, на нашем рынке. И он, в частности, не позволяет крупным западным инвесторам на текущую ситуацию приходить в Россию. Потому что зайдешь... — Подожди, по большому счету от крупного западного инвестора и зависит то, что мы абсолютно сейчас... — В том-то все и дело, ликвидности-то нет. — Да, да, да. — Потому что зайдешь на рынок, поднимешь его. А потом выходить. — Опустишь его. — Да, фактически проскальзывание получается огромное. Учитывая ситуацию в мировой экономике и то, что риски все еще сохраняются. Опасение того, что ситуация может ухудшиться как в Европе, так и в США. Китай замедляется. То есть рисков достаточно. И именно поэтому из-за низкой ликвидности сюда не пойдут крупные западные инвесторы. Потому что они опасаются, что они вынесут рынок вверх, а потом опустят рынок вниз, уходя, и в итоге еще и выток получат. Плюс еще есть некие валютные риски, да, мы это обсудим. Сейчас еще раз новости, потом продолжим. — Ну что ж, друзья, эфир наш. Мы продолжаем. Сухой остаток на ФинамФМ. Сегодня у меня в студии Олег Ельцов, главный специалист отдела брокерских операций «Росевробанк» и Богдан Зварич, независимый эксперт. В общем, обсуждаем мы ситуацию на финансовых рынках. Основная тема, еще раз повторю, того движения, которое последние несколько дней активно происходит на всех финансовых площадках, связанных с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Сирия толкает цены на нефть вверх и, соответственно, заставляет инвестора бежать от риска, искать качественный актив, который пока что, ну и, наверное, какое-то время пройдет, ничего не изменится. Это являются долги Соединенных Штатов Америки и национальная валюта этой же страны. Я посмотрел на график того же евро-доллара, отскок формируется, и, Богдан, тебе в первую очередь, как знатоку технического анализа, многие инструменты сейчас, я прежде всего беру инструменты валютного рынка, локально формируют треугольники. Кстати, в евро-долларе тоже сейчас есть треугольник на верхушке последнего восходящего движения. Треугольник, как это известно, эта фигура какая? Продолжение. Да сейчас продолжение. Треугольник — фигура неопределенности, насколько я помню, из технического анализа. Как, на твой взгляд, логично ли это, что графики те самые показывают нам треугольники, а на финансовых рынках происходит то, что происходит? Логично, если все-таки опять вспомнить, что треугольник — фигура неопределенности. Ну, на самом деле, я все-таки немножко не соглашусь, но, на мой взгляд, треугольник — это фигура продолжения, то есть это мы видим консолидацию после волны роста, видим консолидацию. С последующим обычно пробуем, конечно, безусловно, надо смотреть, какую границу пробьет, но обычно пробивает верхнюю границу. Верхнюю — это если после роста, да, и нижнюю, соответственно, после снижения. Соответственно, единственный инструмент фактически валютного рынка, который я так внимательно смотрю, — это евро-доллар. И, на мой взгляд, здесь сложилась консолидация после двух таких достаточно серьезных волн роста. Первая волна была от 1,28 к 1,32, потом к 1,30 — коррекция, и тоже на 4, и потом рост к 1,34. Например, мы в прошлой передаче как раз поднимали этот вопрос, я как раз говорил именно об 1,34. Сифру, да, 1,34. Ну, она была логична, потому что там локальный максимум. Соответственно, после достижения 1,34 фактически мы уже даже наблюдали коррекцию к 1,32. И, на мой взгляд, дальше, по идее, следующей целью может стать 1,36. Единственная проблема только в том, что уровень 1,34 на текущий момент является июнинским максимумом и достаточно серьезным сопротивлением. Если быкам все-таки удастся его пробить, то 1,36, что называется, будет не за горами, а достаточно быстро. Соответственно, вот этот формирующийся треугольник я бы просто взял, нарисовал, ну, так, для тех, кто торгует, да, взял бы и нарисовал верхнюю границу этого треугольника. Это, к примеру, речь о треугольнике на часах над уровнем 1,30, 3,20. Ну, там их полно, куда ни глянешь, сплошные треугольники. Ну, от максимума, там, 20 августа. Нарисовал бы верхнюю границу, вот этот нисходящий треугольник. Именно потому что... И на пробой, возможно, открывал бы там, открывал бы в позицию во фьючерсах с целью, там, в районе 1,36. Согласен. Ну, именно потому что ты смотришь, да, на треугольник, как на фигуру продолжения, для тебя интересные... Не, ну, опять же, я говорю, только после пробоя верхней границы. Я понял. Ну, ладно, значит, добавишь что-то? Нет. Значит, смотрите, 10 минут у нас осталось, даже уже меньше. У меня еще два вопроса, две темы, которые я вам хотел предложить сегодня обсудить. Опять традиционно, это национальная валюта, уж поскольку о валютном рынке. И это золото, которое не устает, да, золото не устает, не устает радовать. Продолжает восстанавливаться. Продолжает восстанавливаться, ладно. Радовать, видимо, те, кто его покупает, и печали тех, кто его продает, потому что, естественно, точки зрения противоположны. И, в частности, у гостей этой студии. Ну, Олег, вот то, что происходит с золотом сейчас, в рамке текущей ситуации, да, укладывается каким-то образом? Или все-таки это тоже парадокс? Да, укладывается. Нет, это не парадокс, это обычное бегство от риска. В золото. В золото. Потому что золото сильно подешевело, потому что до этого торговалась идея фиксации текущих цен по рынку золотодобывающими компаниями. В отчетах которых было явно видно, что у них идет перенасыщение, то есть сверхдобыча. Поэтому они какое-то время фиксировали, и видно было, что и спекулянты продавливают, как только видят какие-то пробои технических уровней. Но основная идея была именно в том, что крупными объемами фиксировались фирмы, фирмы добывающие золото. В итоге золото дошло до отметки 1230, по-моему. 1180 там было даже. Даже 1180, да. То есть это фактически мы достигли цены, верхней границы диапазона себестоимости. Себестоимость добычи. Да, потому что у всех компаний разная себестоимость, от 700 до 1200 примерно. Соответственно, мы достигли этой нижней границы, все, оттуда пошел уже технический отскок, который сейчас в итоге получается перерос в бегство от риска. Потому что цена все равно привлекательная. Те прогнозы, которые были про 2000, про 2500, они уже давным-давно забыты, но сейчас начинают появляться новые про 1500, 1600 и так далее. Я думаю, что в рамках, если во всяком случае продолжится эскалация вот этого военного конфликта, если произойдут какие-то реальные военные действия, то не исключено, что золото пойдет на 1500, 1600. Все сразу вспомнят ту идею, которую подзабыл за последние, может быть, даже несколько лет, что золото это защитный все же актив, это необычный рисковый актив, который дает возможность спекулировать туда-сюда, а золото это нечто, имеющее какую-то сакраментальную цену. Ты как смотришь на золото вообще, Богдан? На золото, я смотрю, неплохо. Отскок, который начался, собственно говоря, в июне месяце, он продолжается. На мой взгляд, от текущих уровней была бы логична коррекция в район 1360 с последующей волной роста в район 1500 долларов за тройскую унцию. Пока вот этот сценарий, что называется, в силе тренды, тренды восстановления как основной, так и, собственно говоря, тренд ускорения, который взял свое начало от минимумов августа, они сохраняются, то тренд ускорения, я думаю, что будет пробит вот на фоне вот этой вот коррекции к уровню 1360. Ну и последующий рост. Пока вот таким образом вот эта вот картина, на мой взгляд, вполне логична. И восстановление, возможно, даже с дальнейшим ростом, там где-то в район 1550, как основной поддержки в свое время, достаточно продолжительной, которая не позволяла золоту падать, которая была так вот достаточно жестко пробита. Неоднократно откуплено было золото, да, именно по этой цене. По поводу коррекции в золоте, я просто вспоминаю, первые два раунда Куе, когда золото как ошпаренное росло, там не было вообще никаких коррекций, максимум плоско, то есть какой-то небольшой флаг нарисуют и дальше. А реакция на третью, она может быть менее агрессивна, но тоже сделала сразу же, по-моему, там... Ну там все рынки сразу по факту сделали резкий рывок, после чего мгновенно в течение двух дней ушли в коррекцию. Три дня и все, закончилось. И опять, извините, уже в воспоминания ударился, смотрел я на доллар-иена сейчас, там, кстати, тоже достаточно явный на дневных графиках треугольник, и очень тщательно, да, пара, собственно, тестирует, да, пробует на прочности верхнюю и нижнюю границу. Я вспомнил, что в свое время, достаточно давно уже, еще до кризиса и до программ стимулирования, у нас традиционно было несколько защитных активов. Ну, если говорить о валютном рынке, это, конечно, доллар, все, на штат Аверики, это японская иена, как валюта-убежище, да, тихая гавань. И еще швейцарский франк тоже воспринимался инвесторами, вот, в случае потрясений, как подобный... Иена, скорее всего, скорее была не защитным активом, там, кэрри-трейд происходил. Ну, и кэрри-трейд в том числе, да. Скажем так, в большей степени это влияло на динамику иены, и, соответственно, при ухудшении ситуации оказывало позитивное влияние на иены. Ну, совершенно, ну, сразу начинался возврат, что называется, да, репатриация капитала, и сразу же иена началась. Даже одиннадцатый год, помните, трагедия в Японии, да, и все удивляют, а почему иена-то растет, боже мой, ну, вот ответ-то был очевиден. Сейчас, ну, опять-таки, времена изменились, сейчас, наверное, кроме доллара защитных активов нет, ну, дай бог, конечно, что золото вновь на себя это одеяло примерит. И последние несколько минут давайте о любимой отечественной валюте, любимой во всех смыслах слова, потому что она отечественная, потому что она родная, потому что это рубль, он нужен всем нам. Значит, продолжает он слабеть, 33.24 уже попытка пробоя верхней границы диапазон, 33.20. Ну, и локальный максимум у нас июльский, это 33.35, там, ну, грубо говоря. Опять-таки, в призме событий последних несколько дней, да, усиление доллара, ослабление рубля в этом случае выглядит логично, Олег, правильно? Да, это абсолютно логичное движение. Единственное, вот я уже говорил по поводу нашего ВВП, как его увеличить. И высоких цен на нефть. И высоких цен на нефть, как это сказывается на нашем бюджете, как это сказывается на наших резервах. Понятное дело, что ослабление рубля на руку нашей экономике, другой вопрос, что оно не должно быть слишком стремительным. Потому что та оговорка, которая по Фрейду была по поводу девальвации, она, в общем-то, имеет место быть. Потому что девальвация уже, если брать, в зависимости от того, какой таймфрейм мы изучаем. Потому что на протяжении... Ну, с начала года мы уже, да, последних 30 рублей, да. Да, это движение составило порядка... 10% даже, чем больше. Да, 13-15%. Это ли не девальвация, в общем? И мне кажется, что эта тенденция продолжится. Единственное, с маленькой оговоркой. В любом случае, Минфин будет... ЦБ, точнее, вступать в игру, когда будут резкие движения. Потому что ослабление это выгодно, но не нужно паниковать. Поэтому в любом случае будет расширяться бивалютный коридор. И рубль будет слабеть, но будет слабеть не быстро, как это раньше было. Ну, и по поводу паники, да, актуально очень с точки зрения того, что нас слушают, в том числе и люди далекие от профессионального трейдинга, да. Естественно, паника. Слово девальвации, да, вот Олег, я его вспомнил. Естественно, да, на обычного, так сказать, россиянина, на обычного обывателя действует похуже крас-тряпки на быка. Да. Богдан, ну, твои рекомендации. Паниковать не надо, да, что надо делать, вот, учитывая... Ну, паниковать не надо никогда. Обычно это ни к чему хорошему не приводит. Проблема только в том, что, бегая по обменникам, можно было больше почти потерять, чем приобрести. Причем, несмотря там, неважно, какая динамика рубля. И даже порой неважно, в какой цене вы купили или продали. На самом деле, просто единственное, если есть предполагаемые какие-то траты в евро и долларе, на ближайшие, ну, допустим, полгода, да, можно начинать собирать, что называется, кубышку уже сейчас. Потому что это позволит, как бы, нивелировать дальнейшее ослабление рубля, там, по отношению и к евро, и к доллару. Ну, и по более выгодному курсу просто, да, поменять. Кстати, обычно мы говорим, все-таки, лето это сезон отпусков, и в это время для частника, да, возникает необходимость поменять рубли на доллар или на евро. А осенью, наверное, уже такой необходимости практически. Вот, потому что тренды и в евро, и в долларе, они все еще направлены вверх, поводов для снижения я не вижу. Спасибо огромное, будем заканчивать. Олег Ельцов, Богдан Зварич были сегодня в студии Сухого Остатка. Благодарю вас, уважаемые коллеги. Для вас, уважаемые слушатели, также слова благодарности. Спасибо вам за внимание, все будет хорошо, успехов на рынке, ну и главное, вперед. До свидания, до завтра.